САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Журналистам рассказывали о подготовке города к чемпионату мира, строительстве инфраструктурных и дорожных объектов в туристических возможностях региона. С помощью 3D-графики можно было изучить строящийся стадион «Самара-арена». А накануне финала турнир и презентация городов-организаторов чемпионата мира прошла для представителей международных СМИ. За стойкой информации «Самары» журналисты встречали вице-губернатор области Александр Фетисов и послы «Самары», герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Кононенко и экс-нападающий крыльев Советов Евгений Савин. Хоккеисты «Лады» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Исключением стали лишь легионеры, которые присоединятся к команде чуть позже. Часть игроков отправились проходить медицинское обследование, остальные провели первую втягивающую тренировку под руководством нового тренера по физической подготовке Василия Коновалова. Тренерский штаб туретинской команды претерпел изменения. Помогать Артису Аблсу в сезоне 17-18 будут Виктор Игнатьев, работающий в прошлом сезоне в «Спартаке» и Владимир Шиханов, до недавнего времени возглавлявшие молодежную команду «Ладья». Тренером вратарей будет Дмитрий Ячанов, который до этого работал в ЦСКА. В расположении тренерского штаба два вратаря, 12 защитников и 15 нападающих основного состава. С ними будут заниматься несколько хоккеистов из молодежной команды. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов имбулдона 16-й номер посева, проиграла матч первого круга в трех сетах Австралики Арине Родионовой со счетом 6-3, 6-7, 7-9. Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Павлюченкова три раза подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейкпоинтов из 13-ти. На счету Родионовой 3 эйса, 6 ошибок на подаче и 5 брейков. Анастасия после поражения покидает турнир, а Австралийка будет сражаться за выход в третий круг. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!